Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем астрологическую тему. Сегодня день летнего солнцестояния. В древности это очень важный праздник для всех людей. Сегодня значимость его нивелировалась, но тем не менее астрологи говорят о том, что это дело серьезное. Собственно, вот выясним, насколько это серьезно и как это влияет на нашу с вами жизнь. Наталья Сарамута, астролог, доброе утро. Доброе утро, доброе утро всем. Несмотря на погоду, у нас сегодня очень волшебный день. Пожалуйста, загадывайте желания. Сила желания сегодня очень мощная, так скажем. Что же делали? Принято прыгать через костер, принято водить хороводы. Но сегодня мы с вами живем немножко в другой реальности, поэтому многие из тех ритуалов, к которым мы привыкли годами, мы астрологи и те люди, которые поддерживают все-таки вот эти вот какие-то древнерусские традиции, мы немножко по-другому теперь будем, наверное, справлять этот праздник. Ну что касается, что советую? Советую медитации на солнце, несмотря что солнышко сегодня спряталось, но можно все равно это провести, вот эту какую-то медитацию. Ну и кроме того, солнце, что же это за день? У нас с вами четыре важные точки в течение года. Это какие? Давайте с вами вместе. Солнцестояние. Солнцестояние – это вот сегодня у нас с вами, да, зимнее солнцестояние, когда самый длинный, длинная ночь, самый короткий день. И два дня равноденствия, весеннее, осеннее равноденствие. Вот этот квадрат, получается, четыре точки, они наиболее самые энергетически важные. Что касается сегодняшнего дня, солнце переходит в знак рака. И рак отвечает за род, за семью, за дом, за наше ближайшее окружение любимое. И поэтому активизируются родовые программы. Пожалуйста, можно работать с родовыми программами, найдите любой ритуал. Не будем здесь занимать время в прямом эфире, да, все, что касается работы с родовыми какими-то программами. Или если вам это не близко, то хотя бы можно сходить в магазин и приобрести какую-то вещь полезную для дома, То есть, ну, допустим, если говорить о рекомендациях, то там внимание обратите, может быть, на семью. Род, семья, близкие. Собраться, может быть, с семьей. Собраться с семьей, посмотреть, пожалуйста, старые фотографии, вспомнить тех, кого уже нет. Бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, все вот эти вот корни свои вспомнить. Посмотреть какие-то, может быть, материалы, ну, какие-то документы остались. Ну, нужно активизировать вот эти энергии, потому что, на самом деле, они нас очень сильно здорово поддерживают. Ну, и вспомнить тех, конечно, кто сегодня нуждается, посмотреть, кто в родне нуждается в нашей помощи. Может быть, прийти бабушке помочь, кто редко бывает вспомнить про бабушку, про дедушку. Некоторые даже и маме не звонят, живут в одном городе. Но совет такой все-таки обратить внимание на семью. Сегодня активизировать вот эти вот энергии. А что с желаниями? С желаниями? С желаниями очень интересная ситуация. Сегодня с желанием, потому что у нас Солнце находится в гармоничной поддержке от Юпитера. Юпитер – самая сильная и добрая планета. Самая большая, сильная и добрая планета, да? И она, Юпитер, вот эта планета, гармонично поддерживает как раз то Солнце, которое заходит в знак рака. Что касается желаний, желания… Ну, в студию очень часто приходят психологи, разные специалисты, которые рассказывают, как загадывать правильно желание. Мы загадываем в настоящем времени, как будто у нас уже это есть, но очень аккуратно, потому что сбывается… Иногда прилетает так, что… Не учел какой-то момент, и все, да? Да, не учел момент, и получается то, что случайно подумалось, и так и получилось. Поэтому учимся думать не случайно, да, правильно. Думать в настоящем времени в позитиве, и только про себя. Что касается желаний, желание нужно загадывать только про себя любимого, про себя любимую. То есть про третий хлист, ну, понятно, что закончилась пандемия, это наше всеобщее желание, но, к сожалению, оно не индивидуально, чтобы лично я, например, да, там как-то вот… Ну, если каждый человек на Земле загадает, чтобы он был здоров, вот, собственно, и пандемия убежит. Да, 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 все будет прекрасно, да. Ну, вот такой сегодня волшебный день. Что касается предстоящей недели, конечно, она очень такая насыщенная разными астрологическими событиями. Каждый день у нас что-то новенькое происходит. И, в частности, Луна, мы следим всегда за Луной. Луна на предстоящей неделе, она отвечает за эмоциональный фон, будет не очень хорошо расположена, поэтому следим за эмоциями, следим за своими шутками, которые мы отпускаем, потому что есть люди, которые не понимают и неправильно реагируют. Из этого может получиться некрасивая ситуация. Бережем своих близких и работаем, погружаемся в работу, не ленимся, потому что тенденция такие, общая такая усталость на фоне быстрых скоростей событий будет. Такое ощущение, что время идет, а я ничего, что-то хочется сделать, а уже день закончился. В субботу-воскресенье не перегружаемся. Воскресенье, потому что самый напряженный эмоциональный день. Собираться близкими, большой компанией, если планируете, то только лучше не брать незнакомых людей, чтобы тоже как-то не провоцировать различные конфликтные ситуации. Потому что нам с вами нужно отдохнуть. Впереди будет новая трудовая неделя. Там мы с вами уже шагаем в июль месяц. Некоторые говорят, уже опять достаем новогодний, подумаем, что будем на Новый год дарить. Но такая ситуация. И Венера в воскресенье у нас переходит, меняет также знак зодиака, переходит знак льва. Захочется обновок, захочется выглядеть красиво. Кому-то захочется сумочку, кошелечек, туфельки, платьица. Но в пятницу предстоящая неделя не подходит для таких покупок. Ждем до следующей недели. Там будем заниматься шопингом с удовольствием. Прекрасно. Но в целом, если говорить именно про сегодняшний день, про день летнего солнцестояния, это более такое позитивное явление. Все-таки от него каких-то таких неприятных сюрпризов ждать не стоит. Сегодня прекрасный день, используем. Да, несмотря на погоду, но все развеется, и все будет прекрасно в вторую половину дня. Ну что же, друзья мои, нужно вот загадывать желания и, в общем, позитивно смотреть на этот мир. Тем более, что вот звезды, или в данном случае Вселенная, наверное, в большей степени Земля, все это нам способствует.